С июля 2021 года в нашей стране стартовала программа углубленной диспансеризации для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. Переболевшие COVID-19 теперь помимо обычной диспансеризации или профосмотра могут пройти ряд дополнительных обследований, какие сейчас узнаем у специалистов. Диспансеризация проводится от момента заболевания через 2 месяца, 60 календарных дней. Пациенты либо самостоятельно записываются через госуслуги, либо приглашаются врачами в нашу поликлинику. Все начинается с кабинета медицинской профилактики, где вам на первом этапе, как и при обычной диспансеризации, предложат заполнить ряд бумаг, в том числе анкету, которая уже нацелит доктора, на что стоит обратить внимание у конкретного пациента. Затем обязательно каждому сделают общий анализ крови, выполнят забор крови на биохимическое исследование, а также проверят сатурацию крови, насыщение ее кислородом и оценят жизненную емкость легких с помощью спирометрии. Если в течение последнего года не проводилась рентгенография легких, то ее также нужно сделать обязательно. При наличии жалоб на одышку и отеки, которые появились впервые во время болезни или усилились, пациент должен будет пройти тест с 6-минутной ходьбой. Если пациент перенес среднюю степень тяжести ковида и выше, определят концентрацию додимера в крови. Это маркер возможного тромбоза. После того, как они все это прошли, они приходят к терапевту. Я оцениваю работу их органов, систему органов, даю дальнейшие рекомендации. Если есть необходимость, направляю на второй этап. Если уровень додимера повышен более чем в 1,5-2 раза, пациента направляют на ультразвуковое исследование или, как говорят специалисты, дуплексное сканирование вен на ногах, чтобы диагностировать тромбоз. Если пациент при 6-минутной ходьбе прошел дистанцию менее 550 метров, то ему проведут компьютерную томографию органов грудной клетки и эхокардиографию, по-другому – УЗИ сердца. Эти исследования будут проведены также в следующих случаях. Если результаты измерения насыщения крови кислородом сатурация будет 94% и менее, и если выявлены отклонения при спирометрии и рентгенографии органов грудной клетки. Всем обязательно рекомендуется вакцинация через 6 месяцев после выздоровления. Пройти углубленную диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, предварительно записавшись на портале Госуслуг. Позаботьтесь о своем здоровье и помните главное – болезнь всегда легче предупредить, чем ее лечить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова